Прямой эфир про тексты. С чем я столкнулась у своих клиентов, у своих психологов? С тем, что люди действительно не знают, о чем писать в текстах, о чем писать вообще в интернете, о чем писать в инстаграме, о чем писать в социальных сетях, может быть это фейсбук или вконтакте, я не знаю какая самая главная у вас сеть, можете написать какая сеть у вас главная, какую социальную сеть вы развиваете, откуда к вам хотелось бы, чтобы к вам приходили клиенты. Возможно это, еще раз говорю, инстаграм, возможно это фейсбук, возможно это вконтакте. Какую социальную сеть вы используете? Возможно это тикток. В тиктоке, правда, я тексты не буду говорить, как писать, но во всех остальных соцсетях тексты это то, что привлекает внимание. Во-первых, тексты это то, что может продавать, тексты это наполнение, тексты это контент, тексты, еще раз, это то, что, вот это ваше лицо. Очень часто спрашивают, что писать, о чем писать. Вообще непонятно, о чем писать. Как говорит Аннет Симонс, отвечайте просто на два вопроса. Всегда всеми вашими текстами вы можете отвечать на два вопроса. Первое. Кто вы и чем вы можете помочь людям. И это не значит, что вы каждый текст пишете про то, я вот Ирина Хмельевская закончила МГУ, мне 48 лет, у меня взрослый сын, у меня клуб богатых экспертов и так далее. То есть вы не пишете про это. Ну один раз написали такой пост, а потом вы чередуете, вы пишете там, я не знаю, 20 интересных фактов обо мне. Или рассказываете про себя какую-то историю. Какую-то историю, как вы куда-то ездили путешествовать, либо как вы изучали там, я не знаю, метафорические карты. Ну то есть вы тем самым, просто вот рассказывая истории, людям транслируете кто вы. Второе направление про то, которое говорит Аннет Симонс, это чем вы можете помочь людям. То есть зачем вы им, чем вы можете им пригодиться. Здесь уже в втором направлении как раз вы раскрываете, вообще рассказываете про ваши услуги. Но вы не просто рассказываете про ваши услуги, я там клинический психолог могу помочь с депрессией, могу помочь с тревожностью, могу помочь, не знаю, там вам заработать миллион. Вы как раз, опять же, рассказывая историю, описывая вообще какие-то тонкости. Например, если вы работаете с подростками, то вы рассказываете про работу с подростками, с чем вы встречаетесь, с какими случаями. Я потому что, ну я работала с подростками, я точно могу сказать, например, про агрессию у подростка. Ну то есть вы пишете про агрессию у подростка. И читатель, когда читает вашу статью, он понимает, что к вам можно обратиться с агрессией у подростков. Еще раз, вот каждая ваша статья, она направлена всего на раскрытие вот этих двух пунктов. То есть там, еще раз говорю, нет каких-то прям вот, я не знаю, там множество направлений. У нас мы решили создать новый продукт, вообще абсолютно новый продукт, такого мы еще не делали на рынке. Я не знаю, есть такие продукты или нет. То есть это марафон по текстам. Марафон по текстам, где вы 30 дней под моим руководством, вы пишете тексты. Я вам даю модель, прям вот как писать тексты. Это будет, у вас прям контент плана на 30 дней такой. То есть вы знаете, о чем писать все 30 дней. У вас есть модель, вы по этому образцу пишете свой текст. Естественно, вы пишете какую-то свою историю, наполняете эту модель каким-то своим смыслом. Но у вас есть модель, вы точно знаете, про что вам писать. Поставьте, пожалуйста, сердечки, кому этот марафон уже интересен. То есть вот я рассказываю, кому уже интересно. Точно так же со сториз. Со сториз вообще песня, конечно, песня. Потому что я вот работаю с разными администраторами Инстаграм. И даже работая с разными администраторами Инстаграм, я понимаю, что они не знают, как устроена моя жизнь. Это абсолютно нормально, это абсолютно естественно. Они не знают, чем я занимаюсь. Они не знают, куда я пойду. Они могут, да, какие-то сториз, конечно же, опубликовать. Администраторы Инстаграма, СММ-специалисты, которые работают с нами. Но они же не знают, какие у меня мысли, о чем я думаю, о чего я хочу. Поэтому сториз точно так же составляются под ваш рабочий график. Работу с клиентами, либо работу с группами, либо вы учитесь где-то. Ну, то есть вот как показать вот это внутреннее интересное. И чтобы людям было интересно смотреть эти сториз, несмотря на то, что вы, например, не живете там на Бали, у вас нет красивого бассейна. Опять же, поставьте сердечки, если вам это интересно. Как сделать сториз интересными и увлекательными? Я не буду вас учить каким-то суперспецэффектам, потому что это не нужно. Еще раз, вы психологи, вы коучи, вы эксперты в своем деле. Если вы будете изучать еще историю мейкинг, вот этот сейчас называется новая профессия, прям такая модная. Я сторизмейкер, я сторизмейкер. Я считаю, что сторизмейкеры бесполезны, потому что мы уже работали со сторизмейкером. Вот я серьезно говорю, что сторизмейкеры бесполезны, потому что хорошо быть сторизмейкером самому себе, когда вы знаете, о чем написать. Поэтому я вам предлагаю освоить легко, причем еще раз, легко, естественно, вот этот навык сторизмейкинга, рассказывать про себя в сториз так, чтобы было и интересно смотреть, и любопытно смотреть. И это не обязательно, что вы должны показывать, я не знаю, свое лицо всегда каким-то там крупным планом или показывать вообще, чем вы занимаетесь в течение дня. Потому что я считаю, что все-таки должна быть какая-то личная жизнь, privacy, где должно сохраняться вот это вот пространство, не знаю, как сказать, intimacy по-английски, по-русски, когда должно, ну вот личное пространство, когда вы вот это личное пространство, особенно пространство специалиста, охраняете от глаз других людей. Вам не нужно рассказывать и показывать там, я не знаю, всех ваших детей, всех ваших кошечек и собачек, но, тем не менее, какие-то элементы жизни личной все равно добавляются. Что они добавляются в личные посты, в тему, вот какое должно быть соотношение личных постов, какое должно быть соотношение профессиональных постов, какое должно быть соотношение профессиональных сториз, там, где вы рассказываете про свою профессию и то, чем вы занимаетесь, а какое соотношение должно быть личных сториз. Вы куда-то пошли гулять, у вас там, я не знаю, кошка, собачка, ребенок. Поставьте еще раз сердечки, мне потому что очень нравится, когда вы ставите эти сердечки. Я понимаю, что эта тема вам интересна. Поэтому почитайте, пожалуйста, сегодняшний пост, насколько вам эта тема откликается. Если мы наберем сегодня 300, то марафон начнется через неделю. Если не наберем, то значит 2 недели. Беру себе на подготовку, потому что я понимаю, что я хочу создать продукт только для вас. Ну то есть вот кому интересно, чтобы в марафон пришли только те, кому интересно 30 дней писать посты, прям по шаблону писать. Еще раз, шаблон это не значит, что все ваши посты будут одинаковые. Они у вас у всех будут очень разные, но у вас будет шаблон, и вы будете понимать, как писать. Потом опять же расскажу, какое должно быть соотношение, вот в этом марафоне расскажу, какое должно быть соотношение, каких постов, вовлекающих постов, какие посты можно выставлять потом на таргетинг, как их писать, эти посты на таргетинг. Ну вы наверное встречали такие посты, которые действительно рекламируются и собирают людей, привлекают людей. Какие посты? А информация с клубом не будет повторяться? Нет, не будет. Ну то есть в клубе там свое. В клубе там вообще очень глубокая система. В клубе ну дается вообще прям более подробная, более подробная, более глубокая система. В принципе, если вы в клубе, у вас там есть контент-план, у вас есть вообще модуль большой протексты и есть, Ольга, большой интенсив протексты, то есть можно в принципе по нему, на него опираться. Но можно прийти в этот марафон, потому что он другой. Ну я всегда другое дело, я никогда не повторяюсь. Я вообще очень не люблю повторяться, поэтому здесь вот прям 30 образцов. 30 образцов, где вы берете и пишете вот эти тексты. Ну то есть вы сами решаете. Я еще раз говорю, там нужен вам этот марафон, не нужен, вы сейчас определяете. Этот марафон я буду вести месяц. Дальше мы посмотрим, какой будет результат. Если результат будет хороший, интересный, повторим, сделаем что-то другое, может быть улучшим еще раз. 30 дней у вас образцы текстов, про что писать, как писать, чтобы вовлекать ваших читателей, чтобы люди приходили, покупали ваши услуги, чтобы им хотелось купить ваши услуги. Дальше 30 дней сториз, образцов сториз, какие сториз можно публиковать на разные темы, опять же, вовлекающих сториз. То есть не просто, вот посмотрите, я кушаю, там, я не знаю, уху, или я кушаю, там, не знаю, салатик какой-то, а именно как вовлечь людей, чтобы им было интересно, чтобы они принимали какое-то участие. Например, я сейчас выпускаю книгу, и я, скорее всего, буду когда книгу публиковать, то есть я буду спрашивать у читателя, там, разговаривать с ними и говорить, ребята, а обложку какую выбрать, ребята, а там, вот смотрите, верстка вот такая вам больше нравится или такая верстка для книги нравится. Ну, то есть мне интересно, чтобы люди были вовлечены в создание моей книги, потому что, еще раз, эта книга создается для них. Какая стоимость участия в марафоне? Я не помню, там 1900, по-моему, рублей у нас стоимость участия в марафоне всего будет, и там будет ограничено количество мест, ну, то есть мы сделаем, вот, буквально лендинг на днях делается, и будет открыт, открыт набор в эту группу, ну, то есть только на два дня. Вот за два дня сколько людей зайдет, вот столько зайдет, все, потом закрываем продажи и начинаем сам марафон. Ну, то есть, еще раз, моя задача найти только самых заинтересованных, те, кто будет успевать писать тексты, чтобы у вас был конкретный результат, там будут достаточно жесткие условия, то есть будут ограничения по времени, у вас каждый день пост будет виден, вот этот, не пост, ну, да, вот этот пост и сториз будет видно в течение трех дней. Мне важно зайти, да, хорошо. Мы, еще раз, следите за сториз, следите за постами, я вот беру неделю на подготовку, если сейчас 300 человек не наберем, то, значит, будем две недели. Две недели будем смотреть еще раз про посты и про сториз, потому что это основная проблема, к сожалению, эксперты не знают, о чем писать. То есть, вы все выучились, вы все очень крутыши, вы знаете, что у вас есть вот эти, вот эти, вот эти инструменты, арт-терапия, психологическое консультирование, НЛП, метафорические карты, психодрама, еще у кого-то что-то. Ну, то есть, вы все обладаете несметным сокровищем, а как рассказать про это сокровище, к сожалению, не знаете. Поэтому, марафон по текстам, я пишу книги, я пишу посты, посты очень душевные, часто вовлекающие, часто люди после постов, именно после постов хотят прийти ко мне купить мои продукты, поэтому еще раз готова с вами поделиться вот этим материалом. Мне нужна организация и структура, да, организация и структура, спасибо огромное, потому что вот будет все четко, все четко, прям вот организация и структура это мое, и помогу вам все это выстроить. Все, коллеги, на сегодня вот такой короткий прямой эфир про посты и сториз, и пишите вопросы, потому что так как продукт создается, мне интересно, чтобы максимальное количество вопросов ваших закрыть. А как писать продающие тексты, например, а как приглашать на группы, а как приглашать на индивидуальные консультации или еще что-то. Ну, то есть я прям вот по максимуму все-все-все в этом марафоне учту, продукт подготовлю под ваш запрос. Поэтому все, всем ромашек, спасибо, счастливо!